Всем привет! Мы на Mosco Raceway, на финальном этапе Mazda 3 Cup. Я не знаю, кто пишет сценарий гонкам, но сегодня у него получилась лучшая работа. Пятница. Официальный день. В течение дня мы узнаем о том, что наш заезд класса Open объединен вместе с Волгами. А Волги это такие машины, которые даже в квалификации борются так, как будто у них последний круг финальной гонки, финального сезона. Волги крепкие, тяжелые, простые. Ребята на них не ездят. То есть там все люди с амбициями и готовые как минимум на то, чтобы ехать на Волге. Кто-то говорил нам, что мы едем неаккуратные страны. Нет, на Волгах более отчаянные. Они нам не уступают. Будет интересно, я думаю. Квалификация. Ребята уходят на быстрый круг. Михаил Милешин проезжает один быстрый круг и после этого дает красный флаг. У одной из Волг взрывается мотор и поворот Т5 залит полностью маслом. Если бы Михаил Милешин не ехал на сейве, а ехал действительно свой быстрый круг, то он бы сразу решил вопрос о победителе квалификации. Но после возобновления квалификации было понятно, что это было далеко не быстрейшее время, которое Михаил, к сожалению, не смог. Улучшить. А вот остальные ребята улучшили его довольно-таки сильно. И квалификацию выиграл неожиданно Денис Качура. Настрой непонятный. В целом вчера он был как бы лишь бы доехать. А потом я выиграл квалификацию. И теперь задача, чтобы парни, которые едут за мной, оставались в заднем зеркале как можно дольше. Настрой, как обычно, боевой, естественно. Настрой на победу, тем более лидер чемпионата. Отквалился плохо, потому что у меня технические неполадки были стартовым пятом. Но буду прорываться. У меня есть запас по очкам, поэтому в целом тактика выработана. Я буду ее придерживаться просто. Посмотрим. Трасса сложная, достаточно широкая. Мест для обгона много. И у нас 6 гонщиков, каждый из которых в целом может набрать очков достаточно для того, чтобы занять первое место по результатам сезона. Если другие накосячили, да. Вторым, как ни старался, оказался Николай Квитко. Но у него тоже отличное время 2.08. На квалификацию у меня при этом еще вчера отломалась ручка переключения. И мне приходилось пальцем, собственно, переключать еще и держать плюс ко всему. И это он второе место еще занял. Да. Но было непросто. Как бы помогло, понятное дело, что я в катном в МРВ. Неудобно получается. Неудобно это если он сзади кто-то полет. Мы договорились об одном. Когда мы будем обгонять поле, мы будем делать его вот так. Показывать ручку, что он так сделать не может, а мы можем. Но я надеюсь, я не увижу их в зеркало. В смысле, да, не увижу их в зеркало заднего. Точнее, нет, надо говорить, что я увижу их в зеркало. Конечно, не увидишь, что поменяет лобовое стекло у тебя не будет. Да, я просто не будет в зеркало. Короче, ну что, блин, прикольно. Финальный этап, будем рисковать все. Третьим самым большим весом на этом этапе оказался Евгений Шеклачев. Он всего лишь на две десятки опередил Кирилла Латышева, который стал четвертым. Замкнул нашу великолепную шестерку Влад Лобов со временем 2.10. Я на этой трассе ни разу не ездил. Получилось пару сессий потренироваться и все. Поэтому в квале я последний. Настрой на гонку пока не решил. Есть два варианта. Кайфануть, проехать в свое удовольствие последний этап, последние две гонки. Либо постараться повоевать. Решение будет принято на стартовой решетке. Ну а что по поводу меня? Так как все возможности на первое место я в последние два этапа упустил, то сегодня я поеду максимально на Рослабоне. Так как другие места, кроме первого, на мой взгляд, уже ценности не несут. У меня на боковом стекле написано I'll be back. Потому что возможно, ну на какое-то время моя последняя гонка. Пока нет уверенности, что я где-то поеду в следующем сезоне. Но пока вот такой финал. Так что будем надеяться, что по крайней мере он пройдет запоминающийся. Может быть кого-нибудь и того. Пожалуйста, не снимай меня. Не надо. Ненавижу, когда меня снимают. Суббота. Нас ждали две потрясающие гонки. И основной вопрос, который очень часто стоит на трассе Москва Рейсвэй, это будет или не будет дождь. Пилоты серии Mazda 3 Cup могут за 10 минут до выезда на стартовую решетку принять решение о выборе настроек. И забегая вперед, скажу, что выбор этих настроек определил результат. Первая гонка не была сложной в плане выбора настроек. И ребята все выбрали дождь. И действительно была мокрая трасса. И она не просохла в течение заезда. Старт через 5 минут. Пока у меня на машине сухие настройки. Это немного тревожит. Вдруг на сухих подождю быстрее, чем на мокрых. Просто никто не пробовал. Что если сухие на самом деле мокрые? Вдруг дождь это солнце. А солнце это тос. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Драматизм первой гонки первого круга зашкаливал. В старт гонки вроде бы все поместились в первый поворот. И даже первые 5 поворотов все проехали без особых контактов. Но в Т9 Кирилл Латышев ошибается на торможении. И ударяет в заднее левое колесо Михаила Милешина. Я уже еду, поверну руль, я еду уже боком, смотрю влево, и мне просто в бочину перпендикулярно летит машина. А это вот это я? Ну да. Ну а что тут скажешь? Романтично. Надо отдать должное, что Михаил Милешин смог продолжить заезд. Стал обгонять Волги. Но на мокрой трассе в слепом повороте одну из Волг развернуло. Он это заметил слишком поздно. И на полном ходу правая часть автомобиля впечатывается в Волгу. В итоге правая сторона получает сильнейшие повреждения. Ломается амортизатор, рычаг, разрушается бампер, фара. Каким-то чудом Михаил смог добраться до боксов. Но увидев повреждения, было понятно, что это сход. И этот сход давал понимание остальным участникам, что интрига в чемпионате закручивается до предела. Михаил Милешин имел отрыв в 20 очков. И в первой гонке он получает сход. То есть набирает ни одного очка. И шансы побороться за чемпионство у других участников возрастали в разы. Кирилла Латышева помимо наказания, которое он получил за это столкновение в виде 6 штрафных баллов и старта с питлейна, настигла карма. Во время этого столкновения у него сгорает предохранитель, который отвечает за иммобилайзер и задворники. Таким образом устроена Mazda 3. И в этом случае очень важно не допустить того, чтобы машина заглохла, так как после этого ты ее не сможешь завести. Кирилл об этом не знал. И на прямике, увидев, что у него не работает панель приборов, он решил машину перезапустить. После этих действий машина заглохла и больше не завелась. В итоге у Кирилла тоже сход, и он не набирает ни одного очка. Лидеры квалификации показывают отличный темп. Николай Квитко находится в другой лиге, показывает лучший круг и финиширует на первой позиции, забирая максимальную сумму очков. У меня была мысль побороться, если честно, за Абсолют, но начало подсыхать, и ребята уехали, конечно, совсем далеко. Тяжело было за ним держаться. Но в целом прикольно, мне нравится МРВ, а тут в катом достаточно хорошо, что уж говорить. Поэтому и мокрую траекторию я неплохо знаю. Ну и уехал. Если этот мелкий думает, что вторая гонка ему дастся так же легко, как первую, а первую в дождь ехал очень хорошо, ну пусть молится на дождь тогда. Победа в первой гонке позволяет Николаю приблизиться на 8 баллов к Михаилу Милешину. И стартуя во второй гонке с третьей позиции, а Михаил Милешин стартовал с 19 позиции, еще и на разбитой машине, у Николая, конечно, были очень высокие шансы выиграть чемпионат, подходя к последнему этапу на пятом месте. Но еще большие шансы побороться с Михаилом за чемпионство были у Владислава Лобова. В первой гонке он финиширует на второй позиции, всю гонку он борется с Денисом Кочурой. Влад Лобов выбирает тактику Дениса Кочуры ждать, и она оказывается очень эффективной как раз против Дениса. Денис допускает ошибку, Влад ей пользуется, и финишировав на второй позиции, отстает всего лишь на 4 очка перед финальной гонкой от Михаила. Это означает, что если он приедет на первой позиции, ему не важен результат Михаила, и он выиграет чемпионат. Гонка была огненная, спокойная, скользкая, куча ошибок, куча вылетов, аварий. В общем, наблюдать было интересно. Коля у нас какой-то монстр, блядь, Дженсен Бан, там, блядь, форму этот, Мазда 3. Улетел куда-то в дождь, я не знаю, как он там валил, просто. А мы, с учетом после всех вылетов, с Денисом остались вдвоем на втором-третьем месте. Я караулил его ошибку, дождался и проехал. Причем это моя тактика ждать, понимаешь, то есть я как бы вообще, ну, как бы все было вроде посчитано. Дождь перестал, солнце, ты едешь, и тебе кажется, что должен появиться держак, а его не было вообще весь заезд. То есть ты вот на столько, ты перебрал, и все. Вот так и закончили половину участников. Денис Качора, который финиширует на третьей позиции и получает 15 очков, отстает от Михаила уже на 20 баллов. И тоже сохраняет шансы на чемпионство, потому что за победу он может получить 25 баллов. И при определенном стечении обстоятельств у него тоже могут быть шансы. Первые пять кругов Евгений Шеклачев держался в группе лидеров, но, к сожалению, допускает ошибку, улетает в гард, и машина ударяется тремя колесами от гардрейла. В итоге у механиков ремонт передней правой стороны, передней левой стороны и еще и задней правой стороны, где нужно менять гитарообразный рычаг. Этим сходом Евгений перечеркивает свои шансы за чемпионство, но еще сохраняет возможность побороться за итоговую тройку. Опять жажда скорости на МРВ, я на этой трассе не могу ехать аккуратно, я еду, слишком много скорости заношу, мало торможу, в общем, короче, плюс дождь, и я, в общем-то, поехал в повороте в одном, так быстро, что как бы не успел плавить машину. Плохой опыт, это тоже опыт, вот как-то так я это воспринял, сначала была какая-то злость, потом такое, как сказать, опустошение, сейчас уже понимание того, что как бы гон, это все-таки гонки. Обидно, что не получится, наверное, побороться за борьбу за третье место в чемпионате, но у нас три таких человека, это я, Кирилл и Михаил, поэтому втроем мы будем сзади вулк пытаться прорываться вперед. Между первой и второй гонкой у нас было ровно четыре часа, и это был бенефис наших механиков, которые восстановили три машины, которые получили очень серьезные повреждения. Хочется сказать им за это огромнейшее спасибо, и у нас лучшая команда механиков. Глупо было бы рассчитывать в дождь, что мы все доедем до финиша, это раз, но на целых машинах это два. И на последнем этапе. Это три. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне тут сказали, что я стартует спидлейн, поэтому я думаю, надо ебашить тогда, что уж тогда. Ну а что, нечего тут говорить. Тринадцать машин надо обогнать, чтобы быть счастливым. Вот будем заниматься. Последняя гонка этого сезона, и мне кажется, у меня там на стекле написано I'll be back, но чтобы откуда-то возвращаться, напоследок нужно нормально хлопнуть дверью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если рассматривать реальный шанс на чемпионство перед второй гонкой, я бы отдал предпочтение Николаю Квиткою и Владиславу Лобову. Они стартовали из первых рядов, имели отличный буфер в виде волк, и, по сути, они и должны были решить, кто из них станет чемпионом. Но за 10 минут до гонки ребята должны были выбрать свои настройки. И они выбрали разные настройки. Евгений Шеклачев выбрал дождевые, большая часть ребят выбрала сухие, а Николай Квитко выбрал промежуточные. Неожиданно мы выехали в сухое солнце, у нас стояли сухие настройки, и почти сразу в заезде пошел дождь. Это поменяло очень круто всю картинку. Упустил на последнем круге свой шанс заехать на тумбочку по результатам сезона. По итогам этапа я второй, по-моему. Это был очень крутой заезд. Пара Лобова и Квитко, которая как раз и должна была решить, кто станет чемпионом, решили сделать так. Владислав Лобов немного ошибается при выборе траектории и скорости в повороте и бьет в переднее колесо Николая Квитко. У Николая Квитко колеса из такого положения становятся вот такими. И он едет аж на 10 секунд медленнее, чем мог бы ехать. В итоге Владислав перечеркивает шансы Николая. Естественно, он взял это не специально, он боролся за первую позицию. Николай, имея худший темп на трассе среди наших МАЗД, в итоге финиширует только на шестой позиции, но при этом выигрывает финальный этап МАЗД Трикап и становится третьим по итогу чемпионата. Ну, разочарование, потому что на самом деле, объективно, я бы приехал первый вообще без... Ну, я ехал с большим запасом. С первой гонки разрыв был, там, 6 секунд я вез парням. Но так случилось, что Влад немножко не рассчитал по траектории. У меня выход был лучше, мы с ним поравнялись, заходя в поворот. Ну, как бы скользко. Я жутко извиняюсь, Коля. Прости, не хотел. Мало того, что я всю гонку вынужден ехать, держать правой рукой передачу третью и четвертую, чтобы она не выскакивала. Мне еще и приходилось сейчас левой рукой каким-то образом, то есть, чтобы машина поворачивала вправо, нужно делать оборот, и только после этого она, ну, схватывает. И влево такая же история. В целом, конечно, такое разочарование, потому что победа была просто в кармане. Но это автоспорт. Это нормальная история, поэтому мы не унываем, все нормально. Всем спасибо. Это было лучшее, что происходило в моей жизни. Я имею в виду этот чемпионат, поэтому всем спасибо, всем парням. Стасу, команде огромное спасибо. Это нереально крутой опыт. Ошибочные действия Влада не остаются без внимания судей. Ему показывают проезд через Питлэйн. И, вернувшись на трассу, он финиширует только на пятой позиции. Это было эпично. Сделали сухие настройки. А надо было дождевые. Кого мне нужно было проезжать, чтобы победить в чемпионате? Это Коля. И в итоге Коля последний, я предпоследний. Это по итогу заезда. А по факту была фановая две дождевые гонки. Какой-то сюр по поводу, кто выиграет чемпионат в целом. В общем-то, по итогу чемпионата на Тумбе, по итогу этапа на Тумбе. Как-то так. Но, блин, сумасшедшая гонка. А что же с нашим главным претендентом на чемпионство, который стартовал с девятнадцатой позиции? Михаил нашел отличный темп. Сначала обгонял одну Волгу за другой. В итоге добрался до наших маст. Обогнал подбитого Николая. Добрался до Кирилла Латышева, своего обидчика. И вот тоже обошел. В итоге доехал до первой тройки. И последние два круга рубился с Денисом Кочурой. И финишировал на второй позиции. Итог для Михаила. Только 18 очков на финальном этапе. Но крайне важных. Которые позволяют ему выиграть чемпионат с отрывом в 10 очков от Владислава Лобова. И получить главный приз 1 миллион рублей. Такого не бывает даже в кино. Я сейчас нереально счастлив просто. Конечно очень ждал этого. Но этот этап выдался просто нереально напряженным. В первой гонке у меня было 2 аварии. То есть я в первой гонке не квалифицировался. Это собственно хоронило все мое преимущество, которое было в чемпионате до этого. Поэтому на вторую гонку я уходился с такими смешанными ощущениями. И чтобы победить в чемпионате и заехать высоко в этой гонке. Мне по сути дела нужно было чудо. И в какой-то мере это чудо произошло. Я за гонку обогнал 16 автомобилей. То есть стартовав с последнего места, я в итоге приехал третьим в абсолюте. То есть впереди меня только двое. И собственно получил нужные очки, чтобы выиграть чемпионат. Поэтому нереально рад, счастлив, просто переполняет эмоции. Сейчас награждение, кайфую и вообще супер день. Спасибо всем за такие моменты. Для Кирилла Ладшева, который стартовал с питлейна, это была хорошая гонка. Но он только четвертый. Удалось хлопнуть в конце дверью. Я стартовал с питлейн. Притом за какой-то Волгой, даже вторым с питлейн. Я немножко это разозлился, что последний, с последнего места, последняя гонка. И решил в общем-то втопить. Очень опасно было в одном моменте. Меня в АМГ повороте выставило боком. И я еду боком и смотрю, в боковое стекло в меня уже едет Волга. Потому что я просто абсолютно ехал ему перпендикулярно. Он как-то, видимо, сбавил скорость, и столкновения не было. Прям очень такая драйвовая гонка, несмотря на то, что результат я не знаю какой. Но было круто, круто. Единственный, кто выбрал дождевые настройки и угадал. С погодой оказался Евгений Шеклачев, который с большим отрывом приехал на первую позицию. Показал лучший круг и получил 26 очков. Но из-за схода в первой гонке этого не хватило даже до итоговой тройки. В итоге он пятый в чемпионате. Я не верил до последнего, но, честно, машину тащит налево, и резину разную. Но в дождь она просто держит, я не знаю, я не знаю как. Я просто понял, что надо ехать аккуратно. Вот мне урок дала первая гонка. Я ехал просто прям, прям, нет, не срывайся, давай, и все. Думаю, так надо ехать все круги. Вот было желание, конечно, разогнаться, но только я это делал, на машину сразу боку ставил. Евгений за весь чемпионат выиграл все гонки, кроме одной. Естественно, если бы он участвовал во всех этапах чемпионата, он 100% боролся бы за чемпионство. На третье место не получилось заехать, но что гонка, что не гонка, то эмоции реально. Даже вот этот удар, это тоже такие эмоции, что не передать их никак. Подводя итоги чемпионата, хочется сказать, что это был безумно интересный чемпионат. В первую очередь потому, что система, по которой ребята набирают очки, получают гандикапы, работает таким образом, что все должно решаться в конце, если нет сильного лидера, как было, например, в первом сезоне, когда ехал первый победитель нашей моносерии Антон Надежкин. Еще хочется отметить, что ребята, которые подобрались в этом составе, были очень близки по силам. И именно близость ребят по своим навыкам, по своей скорости давали нам такие потрясающие сюжеты гона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 2023 году мы продолжим нашу моносерию. Это будет уже третий сезон. У нас будет больше маст, у нас, естественно, будет больше участников. И вполне возможно, что среди них будет девушка. На нашем зимнем чемпионате по картингу мы уже традиционно разыграем этап, который подарим победителю зимнего чемпионата. Я надеюсь, что мы расширим географию и приедем с нашей моносерии, например, в такие далекие города от нас, как Казань, а может быть даже и в Грозный. Так, а теперь нужна финальная фраза. Танислав, какой из прошедших 20 сезонов Мазда 3-к был лучшим? Конечно, следующий. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok